Приветствую, дорогая церковь. Меня зовут Александр. Я бы хотел рассказать небольшой стих. Я буду со шпаргалкой, если вы не против. Называется «Твоя судьба». Когда покажется тебе твоя судьба, невыносимо трудной и суровой, Ты не спеши роптать, что жизнь плоха. Смирись душою пред волей Божьей. Мы люди очень часто таковы. Нам хочется здоровья, счастья, мира. А если Бог нам посылает скорби дни, мы сразу же теряем свои силы. Нам хочется, чтобы было хорошо. Но почему мы так не замечаем, Как много есть живущих тяжело годами целыми, которых мы не знаем. Как много есть прикованных постели тяжелым недугом на целые года. А мы лишь на недельку заболели, и тут же ропщем иногда. Когда ты видишь, что идет калека, который вынужден ходить на костылях, Ты не забудь в душе прославить Бога, что ходишь ты всю жизнь на двух ногах. Вот палочкой стучит слепой прохожий, не видя в своей жизни ничего. Не знает он ни цвета неба, солнца, и даже матери не видел он лицо. И как ты думаешь, за что такая доля? Ведь он не хуже, не грешнее остальных. Мой друг, чтобы за глаза ты славил Бога. Ведь он живой пример для всех других. А славишь ли Творца за то, что можешь ты голос слышать или говорить, За то, что дан тебе и слух, и голос? И вспомни, сколько есть глухонемых. Для них ничто прекраснейшие звуки. Их жизнь проходит в полной тишине. Мы все имеем. Но пред Иисусом, наверное, редко благодарность шлем мольбе. На свете и безумных очень много. О, как безмерно жизнь их тяжела. А славишь ли Творца, что от порока хранит твой разум Божия рука? Мы с легкостью от Бога принимаем Его охрану, милости, плоды. И часто там Его не прославляем, где ждет Он нашей искренней мольбы. Для нас порою незаметно, что чудом Он нам многое дает. Поэтому кругом, живым примером, людская боль бедой вокруг встает. Запомни это, помни эти взоры, неоживляющихся глаз слепых. Запомни несмываемое горе на лицах всех увечных и больных. В житейских трудностях, в заботах, огорчениях ты не ропщи и не кляни судьбу. Те люди свою жизнь без промедления охотно бы сменили на твою. И если у тебя есть тоже трудность, и если ты всю жизнь несешь свой крест, отчаиваться все-таки не нужно, а нужно славить и за то, что есть. Бог иногда дает нам скорби, чтобы нас проверить, чтобы смирить сердца. Через них Он часто душу нам спасает, чтобы не надеялись мы слишком на себя. Он нам сказал, чтобы были мы довольны в любых превратностях своей судьбы. И это слово мы охотно, добровольно исполнить свято на земле должны. Слава Богу! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!